Украины больше нет. Это уже не Украина. Столько людей погибло, а ситуация будет еще хуже. Еще больше людей будет умирать. Понадобится сотни лет, чтобы все это восстановить. Знаю, Путин не ангел, но любое соглашение с РФ даже плохое, лучше, чем его отсутствие. Но такие слова Дональда Трампа перед встречей с Владимиром Зеленским прозвучали. И он уже четко, похоже, сформулировал свою стратегию. Мир любой ценой. А читайте, капитуляция Украины и мир ценой украинских территорий. Чего ожидать в ближайшее время? Что будет, если Трамп победит? А также, почему Владимир Зеленский так уверен, что в ближайшие три месяца все решится и конец этой войны ближе, чем многие могут полагать. Об этом мы не только. Поговорим сегодня с доктором исторических наук из Соединенных Штатов Америки Юрием Фельштинским. Юрий Георгиевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Добрый день. Здравствуйте. Начать бы хотел с этих заявлений последних Трампа. Насколько это действительно чревато, потому что, похоже, это официальная уже позиция. И мы, если раньше нечто подобное слышали из сливов в американские медиа или от его советников, теперь Трамп уже напрямую говорит, что любой мир, на каких бы условиях он не был, ну, читаем, да, на условиях Путина, это лучшее, чем то, что происходит сейчас, и к этому он будет стремиться. Вот в эти минуты проходит встреча непосредственно его с Владимиром Зеленским. Я параллельно буду смотреть новости, которые приходят, короткие сообщения. Но, судя по всему, ничего радикального, радикально поменявшегося мы уже не услышим, кроме того, что услышали вот то, что я зацитировал. Ну, на самом деле, позиция Трампа нам давно была озвучена и давно была нам известна. Находились люди, которые считали, что это всё, ну, скажем так, слова, не имеющие отношения к той реальной политике, которую будет проводить Трамп, если он придёт к власти и так далее. Поскольку сейчас уже выборы, как говорится, на носу, то все карты открываются окончательно, нужно добавить к этому высказыванию Трампа ещё публикацию статьи абсолютно, ну, такой пораженческой, если иметь в виду позицию Соединённых Штатов в отношении Европы и Украины, которая была опубликована за подписью сына Трампа и бывшего кандидата в президенты Кеннеди, который является родственником того самого клана Кеннеди, то есть членом семьи. Поэтому ничего неожиданного тут нет. Если Трамп победит на выборах, он сдаст не только Украину, он сдаст Европу, а на самом деле он сдаст Америку. Поэтому единственный наш шанс этого избежать – это одержать на Трампу победу на выборах в Соединённых Штатах. Что непросто, потому что по последним опросам общественного мнения избирателей, что их как бы волнует больше всего, внешняя политика была на последнем месте – 2%. То есть 2% американских избирателей считают внешнюю политику вообще фактором в этих выборах. То есть это очень, безусловно, низкий процент. Трампу это говорит о том, что Украина никого не волнует в целом. И статистически это так и есть. К сожалению, нужно подчеркнуть. Но будем надеяться на то, что Трамп не победит. Потому что если он победит, то, конечно, Европе придётся намного тяжелее, а Путину будет намного проще. Друзья, я вас попрошу прокомментировать вот эти слова Трампа, которые я цитировал в начале, как вы относитесь к его последним заявлениям. В целом, чего вы ожидали от визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, о котором мы сегодня ещё поговорим. Пишите в комментариях после того, как лайки поставите. Очень важно, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Потому что говорим действительно очень о важных вещах. Я, кстати, вас как историка ещё попрошу прокомментировать аргументы Трампа. Вот меня очень поразило, значит, почему Трамп считает в том числе, что Россия не может проиграть. Говорит, Россия же победила Гитлера, победила Наполеона. И поэтому Украина одержать победу не может. Ну вот да, очень тоже странно. Потому что сегодняшняя Россия, она совсем не то, что, например, Советский Союз вместе со всеми членами антигитлеровской коалиции. И отождествлять сегодняшнюю Россию, ту Россию, которая на поле боя противостояла армии Наполеона или армии Гитлера. Но не знаю, насколько это корректно. Ну, понимаете, то, что Россия не может в Украине выиграть, это, я думаю, всем очевидно. Потому что когда уже с 2014 года Россия ведёт войну за контроль над Донбассом и до сих пор не может захватить даже Донбасс, это, конечно, говорит о том, что возможности российские в плане победы очень ограничены. Мы видим, что вот сейчас уже Путин подписывает несколько указов. Один об увеличении армии на 180 тысяч, второй об увеличении российского военного бюджета на 27%. То есть, на самом деле, Россия вкладывается в войну против Украины максимально, да, и продвинуться не может, в общем-то. Ну, то есть, у неё был, как у любого агрессора, естественно, да, была возможность захватить исходно некие территории, что было сделано. И более-менее эти территории ценой очень больших потерь Россия удерживает. Но на самом деле захватить как бы Украину как государство, да, у России вот уже третий год не получается. Причём нужно понимать, что форма захвата территории, она тоже достаточно, ну, как сказать, необычная, да, и не принятая в военном деле. Россия просто разрушает территорию полностью, целиком и полностью, да, и затем захватывает контроль над вот этой абсолютно разрушенной землёй, да. И это не то, как, я уверен, предполагалось в феврале 22-го года, как мы знаем, да, предполагался совсем другой захват и совсем другая война. Поэтому то, что Россия эту войну выиграть не может, это очевидно, да. Вопрос в том, как бы как Украина может заставить Россию прекратить эту войну и уже понять, что она не может захватить Украину. И это проблема, потому что, к сожалению, российское руководство не планирует останавливаться, действительно, а планирует эскалацию этой войны. Причём мы можем поговорить ещё и по ядерной тематике, но, понимаете, если бы Россия планировала бы использовать ядерное оружие, и будем откровенны, вот эти последние указы об увеличении армии на 180 тысяч и об увеличении бюджета на 27% военного, они не нужны были бы, да. То есть, на самом деле, у России, очевидным образом, нет идеи о использовании ядерного оружия, несмотря на всю риторику. Давайте тогда, Юрий Георгиевич, нашим зрителям напомним, просто кто пропустил о последних изменениях. Путин же ведь заявил, что теперь ядерное оружие российское может использоваться согласно обновлённой ядерной доктрине и против неядерных государств, например, в случае, как он говорил, угрозы, значит, суверенитету России. Причём этой угрозой, по его словам, может считаться, например, пересечение российских границ, например, беспилотников, которые регулярно атакуют НПЗ, военные склады, военные части, которые летят со стороны Украины. Теперь это может быть аргументом, согласно новым, обновлённым правилам этой военной доктрины ядерной российской, может быть поводом для использования ядерного вооружения, например, против Украины. И вот тут, да, когда прозвучали эти слова, с одной стороны, Путин, если бы захотел, он бы без всякой доктрины, наверное, использовал бы это вооружение против нашей стороны. С другой, ну, на эти шаги они наверняка идут, отправляя определённые сигналы. И, как я понимаю, эти сигналы всё-таки работают, судя по решениям, которые привезёт назад в Украину Владимир Зеленский. К сожалению, эти сигналы работают. Но, понимаете, по логике Путина пересечение границы стадом украинских овец уже является поводом для использования ядерного оружия. Это блеф, да, который работает, конечно, работает, потому что все очень боятся этого слова ядерного оружия, да, и вообще всё, что связано с атомом, мирным атомом или военным атомом, является такой болезненной темой для Европы и для мира в целом. Но это последняя козырная карта, и вот она уже использована, да, за пределами уже, уже в колоде больше карт нет, да, никаких больше карт нет. И понятно, что происходит, да, Путин понимает, что он не может выиграть эту войну. Вот сейчас он будет набирать ещё 180 тысяч человек, да, в армию, сейчас он будет вкладывать новые деньги. На самом деле задействованы союзники России, да, получаются там снаряды из Северной Кореи, ракеты из Северной Кореи, ракеты из Ирана, чуть ли не 60% всей электроники военной китайского производства, да, то есть на самом деле Северная Корея, Иран и Китай используются российской промышленностью, да, очень активно, да, для поддержания военных действий. И всё равно Путин сделать ничего не может. Есть два компонента, которые обеспечивают, даже не хочу сказать победу Украины в этой войне, но поражение России в этой войне. Первый компонент. И тому, и другому Путин, собственно, посвятил вот всю эту риторику по изменению ядерной концепции Российской Федерации. Хотя в чём именно состоит изменение, между нами говоря, совершенно непонятно, да. Первое – это Беларусь, и второе – это удары по территории Российской Федерации. Потому что это ровно то, как Россия проигрывает эту войну. Россия проигрывает эту войну, если она теряет контроль над Беларусью, и Россия проигрывает эту войну, если Украина начинает наносить удары по территории Российской Федерации, включая какие-то важные военные объекты, включая Москву. Путин знает, что в тот момент, когда это происходит, Россия проигрывает эту войну. Поэтому из последних сил он сейчас снова и снова и снова начинает пугать весь мир ядерным оружием, которое у России есть. Но последствия использования этого оружия, да, или последствия решения использования этого оружия, неясны абсолютно никому, в том числе и Путину. Поэтому я не думаю, что у России есть возможность, не то, что Россия не хочет встать на этот путь, может быть, она и мечтает встать на этот путь. Я не думаю, что у России есть возможность встать на этот путь. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Я как-то саронизировал на эту тему. Он говорит, я бы, мол, не был так легкомыслен. То есть я, говорит, слышал уже не раз о том, что Путин ищет все новые и новые аргументы для себя лично, почему он может использовать ядерное вооружение. И говорит, к этой истории я бы тоже отнесся серьезно, потому что, да, действительно есть подтвержденная информация. И раньше было о том, что Путин так или иначе обращается за советами к всяким ведическим наукам, к культным наукам. И говорит, что похоже, что он все и приближается, и приближается вот к этому моменту, когда может все-таки перейти вот эту вот черту. Как вы считаете, ну, условно, при нынешнем положении дел, да, там, без радикального какого-то изменения или перелома в этой войне, ядерный удар реален по Украине? Я думаю, что ядерный удар нереален по Украине, ядерный удар нереален вообще, кроме одной единственной ситуации, о которой я неоднократно говорил, да, за исключением ядерного удара с территории Беларуси по Восточной Европе, прежде всего по Польше и Литве. И это то, для чего Лукашенко вывел Беларусь из безъядерного статуса, это то, для чего Путин перебрасывает, перебросил уже ядерное оружие в Беларусь. То есть вот это единственный сценарий, когда ядерное оружие может быть использовано. То есть оно не будет, подчеркиваю, задействовано с территории Российской Федерации. Почему вы так уверены, Юрий Георгиевич? Почему я так уверен или в чем идея? Идея в том, что ответный удар будет тогда по Беларуси, а не по Российской Федерации. И это имеет некий смысл с военной точки зрения, да, с политической точки зрения. А ядерный удар с территории Российской Федерации, ну, скажем так, не имеет никакого смысла, последствия его непонятны, да, и несет в себе для России одни минусы. В то время как ядерный удар из Беларуси, ну, естественно, принося в жертву Беларусь, да, может принести России с военной точки зрения какие-то плюсы. Ну, такой мой взгляд, да, на проблему ядерных вооружений. Но, понимаете, поскольку гарантировать отсутствие ядерного удара из Российской Федерации никто не может, да, вот там созывает Байден своих советников и спрашивает, вы мне можете гарантировать, что Путин не начнет термоядерную войну? Да, гарантировать этого, конечно же, никто не может. Поэтому американцам, да и европейцам, да, спокойнее в очередной раз отступить в этом вопросе, да, и успокоить Путина, сказать ему, что разрешение Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации с использованием западного оружия не дано. Но успокойтесь, Владимир Владимирович, не забудьте про своё ядерное оружие на время. Это ничего не изменит, это не поможет, это изменит, скажем так, единственный фактор, который важен, это выборы в Америке и приход Трампа, да. Если побеждает Трамп, то уже с ноября этого года ситуация изменится, серьёзно изменится, в худшую, подчёркиваю, для Украины и для Европы сторону. Причём не с 25 января, когда новый президент въедет в Белый дом, а уже с ноября, да, когда определятся результаты выборов, и станет ясно, допустим, что победил Трамп. Если он не победит, то ситуация резко улучшится в отношении украинского вопроса. Конечно же, потому что вот эта угроза, да, прихода Трампа, которая висит как тамоклов меч сейчас над демократами, она уже будет ликвидирована, и они уже спокойно и свободно смогут рассуждать по поводу того, как же заставить Путина прекратить эту войну. И поскольку единственный способ заставить Путина прекратить эту войну – это забрать у него контроль над Белоруссией и разрешить Украине наносить удары по территории Российской Федерации, то это те решения, которые будут приняты. Сначала будет принято решение о нанесении ударов по территории Российской Федерации, а потом уже будет решаться белорусский вопрос. Каким-то образом, скорее всего, с опорой на украинские вооруженные силы и белорусских добровольцев, сражающихся в Украине на стороне ОВСУ. То есть вы рассматриваете сценарий, в котором силовое изменение власти в Белоруссии и падение режима Лукашенко, опять-таки с политической волей Запада, мы можем в каком-то обозримом будущем увидеть случай проигрыша Трампа, прихода к власти Харрис. Ну, понимаете, в чём дело. Падение режима Лукашенко – это вопрос одного выстрела. В отличие от падения режима Путина в России, где устранение Путина автоматически не решает никакие проблемы. Оно как бы психологически улучшает для нас ситуацию, потому что пункт первый – нам будет как бы приятно услышать, что Путина больше нет, и мы будем надеяться, что всё-таки это приведёт к каким-то позитивным последствиям. И, скорее всего, так и будет, да, потому что когда тиран правит, ну, даже не столько тиран, сколько, ну, как сказать, отморозок, да, правит страной 25 лет, конечно, многое меняется после его ухода. Поэтому новость эта во всех случаях будет положительной, никаких отрицательных последствий её не будет. Но вопрос в том, насколько будут положительными последствия, потому что для того, чтобы Россия изменила свою внешнюю политику, я думаю, устранения одного Путина абсолютно недостаточно. А если вернуться и затронуть, тем не менее, вопрос про шаманов, который очень много многих беспокоит. Ну, понимаете, я считаю, что Путин как бы подполковник КГБ, да, выросший в Советском Союзе. Ни в Бога, ни в чёрта он не верит. Соображения, по которым он заходит в храм, крестится и молится, я думаю, к религии и к вере не имеют никакого отношения. И я думаю, что то же самое можно сказать про шаманов. А собирать поддержку там иерархии русской православной церкви или шаманов в Монголии – это, конечно, дело неплохое. Вреда Путину от этого нет, да, очевидным образом. Но мы знаем из слов самого Путина, кто принимал решение о вхождении в Украину в 2014 году и кто принимал решение о вхождении в Украину в 2022 году. Путин, Патрушев и Бортников. Да, ни шаманы, ни русская православная церковь, даже ни Дума, даже ни кабинет министров, даже ни Совет Федерации, даже ни Совет Безопасности. А три руководителя ФСБ. Да, поэтому… Поэтому нам нужна не одна пуля, а три, получается. Нам нужно, к сожалению, нам нужно больше, чем три пули, да. К сожалению, нам много оружия надо для того, чтобы свергнуть режим Путина, а оружие это есть только у украинской армии. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. И вот об оружии давайте дальше поговорим. Ну, на самом деле, много было ожиданий от этого визита Зеленского в Соединенные Штаты. Вез он туда этот план Победы, который так долго презентовался, держался в секрете. Но основные пункты мы в целом представляли себе, конечно, одним из главных пунктов. Там было разрешение так западным вооружением по территории России и новые поставки. Ну, в целом, пакет помощи на 8 миллиардов в Украине выделили. Существенная сумма за раз. По-моему, такого еще не было. Снарядов дадут. То есть, вроде как, на первый взгляд, окей. Но переломного вот этого момента, которого так ожидал Зеленский, не произошло. Он ведь говорил, все может решиться уже до Нового года. Конец войны может быть в ближайшие несколько месяцев, если Украине позволят атаковать территорию России. В итоге, вот мне понравилось, как написал Невзоров по этому поводу, он написал так, красота чайной церемонии не является гарантией того, что в чайник не написали. Так вот и случилось. Ну, мол, красиво приняли Владимира Зеленского, но старина Байден опять в него помочился, то бишь в чайник. Складывается впечатление, что Байден, ну, не то что даже переживает за ядерное оружие, потому что это один из аргументов. Можно было бы тогда прямо так и сказать. Такое чувство, что нынешняя администрация Байдена, и я просто очень переживаю, что и Харрис, как продолжительница политики Байдена, они просто не желают, скажем так, решительного поражения России прямо на поле боя. То есть поражение России в общепринятом этом понимании. У вас есть такое впечатление? Абсолютно вы правы, и никакого другого впечатления быть и не может. К сожалению, в окружении Байдена есть люди, которые абсолютно не заинтересованы ни в поражении России, ни в устранении Путина, ни в уходе Путина. Устранение предусматривает всё-таки некую активную деятельность со стороны того, кто хочет кого-то устранить. Не в уходе Путина. А в окружении Байдена, к сожалению, очень много людей, может быть, даже большинство, которые, в общем-то, обеспокоены только пунктом об эскалации. И вся их деятельность сосредоточена на том, чтобы не допустить эскалацию. То есть, а поскольку у них эскалация связана с уровнем поражения российской армии, что если будет поражение, то будет эскалация, то, соответственно, задача заключается в том, чтобы поддерживать в этой войне некий статус-кво, чтобы Украина не проигрывала, но и не побеждала. И на самом деле это тактика, стратегия уже, которую мы видим с февраля 22-го года, чтобы Россия ни в коем случае не проиграла эту войну, потому что она тогда либо к ядерному оружию прибегнет, либо развалится на несколько государств, что ещё хуже, потому что вместо одной проблемы будет несколько. Это общепринятое, но очень распространённое в Соединённых Штатах на точках зрения, к сожалению. Ну, тогда это означает, что война может продолжаться не то, что не несколько месяцев, как говорит Владимир Зеленский, но боевые действия. Они, получается, по такому сценарию, если поддержка Соединённых Штатов и ключевых союзников Украины по формату Рамштайн будет оставаться на том же уровне, то что же это получается? Ну, потенциал мобилизационный-то в России существенно больше. Получается, война будет продолжаться, пока Украина не закончится защитник? Ну, это ровно то, на что рассчитывает Путин. Вообще, как бы Российская Федерация переведена вся уже в этом плане на военный лагерь превратилась. Да, 40. Давайте нашим зрителям напомним, на следующий год в проекте бюджета 40% всех, в общем-то, расходов бюджета направлено на сектор обороны, ну, а читайте, на войну. Просто в этом году была суммарно, по-моему, треть всего бюджета, вот теперь уже 40%. То есть, видим повышение. Просто хочу напомнить, что это больше, чем закладывал Сталин перед началом Второй мировой войны, планируя вести войну по захвату Европы. Поэтому, ну и деньги, как бы тогда были другие. Поэтому Путин вкладывает в эту войну всё, что может. На самом деле, никто не знает, сколько России может тянуть такую лямку. Это тоже, кстати, вопрос, на который нет ответа. Но понимаете, в чём дело? Скорость, к сожалению, очень медленная. Но ведь Запад движется в правильном направлении, в понимании сути проблемы. Да, и взгляд Запада на эту войну за два с половиной года претерпел серьёзнейшие изменения. Да, и изначально Украине вообще никакое оружие не планировали давать. И мы слышали отказ за отказом. Поэтому Запад движется в правильном направлении, потому что у него нет выхода, потому что он понимает, что иначе эта война никогда не кончится. А у Европы всё-таки есть задача закончить эту войну. Да, потому что война в Европе – это нервно для европейских государств. Поэтому может оказаться, что, тем не менее, Харрис, если президентом станет она, не будет связана теми обязательствами, которые взял на себя Байден. Потому что Байдену очень важно войти в историю Соединённых Штатов. Президентом, при котором ни один американец не был вовлечён в войну за границей. И вот на сегодняшний день это так. В 21 веке, как Байден сам сказал, он единственный президент, при котором американцы не воюют. Поэтому он таким и хочет остаться. К сожалению, это имеет, при том, что это вполне миролюбивое заявление, вроде бы его нужно было бы приветствовать, оно и имеет свои негативные последствия на фоне реального конфликта в Европе, то есть Российско-Украинской войне. Будем надеяться, что Харрис не будет связан вот этими психологическими ограничениями и будет пытаться решить задачу прекращения этой войны. А прекратить эту войну можно только этим способом. Дать Украине оружие, дать Украине свободу рук, ну и попутно обеспечить освобождение Белоруссии и таким образом лишить Россию выхода к границам Литвы, Польши и Западной Украины. Ну, как Северной Украины, не знаю, как сказать. То есть лишить России возможности нового наступления на Киев, которое будет неизбежно произойдёт, если эта война будет продолжаться. Потому что у России не будет других ходов, и всё равно нужно будет начинать новое наступление на Киев из Белоруссии. Я уже не говорю о том, что фактор ядерного оружия Белоруссии действительно с точки зрения безопасности Европы, прежде всего центральной и восточной Европы, на самом деле это важнейший момент. И никогда бы Европа не потерпела такого уровня ядерной угрозы на своих границах, Европа, которая является как бы организацией НАТО, если бы речь не шла о российском оружии в Белоруссии. Никому больше такая роскошь не была бы позволена. То, что эту роскость позволяет Лукашенко, это, конечно, исключительная ситуация, и я уверен, что она временная. Ну и тут интересно, наверное, нашим зрителям, а что Россия, как реагируют в Кремле на вот эти заявления, которые звучат последние дни Соединёнными Штатами. Соединённые Штаты там тоже внимательно следят за визитом Владимира Зеленского, а Песков комментирует практически каждое заявление новое, сделанное и кандидатами в президенты, и самим Зеленским. И вот, значит, недавно президент Украины сказал, что Запад должен помочь Украине для того, чтобы наша страна могла заставить Россию закончить, как минимум, боевые действия, варварские обстрелы мирных украинских городов. И вот Песков на это отреагировал, говорит, что принудить Россию к миру невозможно. И, по словам Пескова, конец войны будет только тогда, когда будут достигнуты цели так называемой СВО. Ну какие цели, там тоже можем гадать. Ну мы помним, Путин, да, озвучил, это вроде как последняя версия, самая такая актуальная, о том, что России необходимы все четыре области Украины, также, конечно же, полуостров оккупированный, то есть надо сдать им и Херсон, и Запорожье в административной границе, всю Донецкую, Луганскую область. Но судя по тому, как продвигаются оккупационные силы, это видят ведь все, не только мы, да, это видят и внутри России, видят это и военкоры, ну и на федеральных каналах постоянно рисуют карту, и вот, ну, темпы продвижения, они все равно достаточно низкие. И вот когда в Кремле говорят, война закончится, только когда мы захватим всю Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую область, обезопасим Крым, вот тогда будет конец войны, то сразу, наверное, у рядового россиянина тоже возникает вопрос. Вы продвигаетесь с каким-то черепашьим темпом, да, вы продвигаетесь в Донецкой области. Но для того, чтобы захватить вот эту всю территорию, это же сколько лет еще должно пройти, и сколько людей должно погибнуть. Соответственно, ну, может так готовят к мобилизации, я не знаю, населения России, потому что, ну, вопрос, что же это получается. Если мы так будем годами воевать, рано или поздно очередь дойдет и до меня, спросит зритель Соловьева. Вот я не очень понимаю вот этот месседж, на кого он направлен, потому что он должен напугать россиян, на самом деле. Ну, прежде всего, у зрителей нет возможности задать Соловьеву вопрос. Понимаете, это относится к абсолютно всей России. У России нет права голоса. Есть люди, которые считают, что российские граждане, не знаю, заложники путинского режима. Есть люди, которые считают, что в этом виноваты сами российские граждане. И никакими заложниками они не являются. Я отношусь ко второй категории, естественно. Но так или иначе у россиян нет права голоса в этом конфликте. Поэтому мы и не видим, и не слышим о недовольстве. Мы не видим там армейских восстаний. Мы не видим массового недовольства населения. Мы не видим недовольства мобилизованных. То есть мы видим, как эти мобилизованные пытаются удрать из Российской Федерации, когда доходят до них и до Жареного. Это мы видим. Но этот, конечно, протест, эта форма протеста говорит о том, что они не хотят воевать, как конкретно те, кто бегут из России. Но это не говорит о том, что они недовольны режимом настолько, что их задачей является борьба с этим режимом каким-либо образом. Да, тут даже можно послушать этих жен мобилизованных. Они же в основном то, что говорят. Они не хотят конца войны. Они не хотят наказать тех, кто отправил их мужей туда. Они просто говорят, ну, пускай теперь другие повоюют против украинцев, поубивают мирных людей. То есть почему наши, мол, все время? Пускай другие это делают. Я когда слышу это, причем особенно, когда эти митинги, митинги их там немногочисленные, показываются как какой-то оппозиционный протест, то это тоже как бы смешно. Оппозиционностью здесь не пахнет. Здесь просто человек думает конкретно о себе, не думает о своем супруге, не думая при этом о том, чем он занимается там сейчас на фронте. Ну, безусловно так. И к тому же очень многие находят, собственно, это вполне финансово выгодным мероприятием. И для очень многих людей из провинции, не будем их винить в том, что они бедны, и жизнь их ужасна, но для них шанс через войну в Украине и деньги заработать, и вообще подняться по иерархической лестнице, кажется для многих большим плюсом. И тех, кого убивают, тех убивают, но те, которые возвращаются так или иначе, возвращаются оттуда, как говорится, с деньгами, и может быть даже с каким-то продвижением дальше по служебной лестнице. Пусть она маленькая, пусть она провинциальная, это лестница, но она, тем не менее, появляется, в то время как до этого у них была полная безысходность. Поэтому Путин всё это понимает, он этим, безусловно, пользуется, он на этом спекулирует. Жизнь России, как всем хорошо известна исторически, ничего не стоит. Так было, как всегда. В общем-то, так и до революции было, до революции 1917 года. При Сталине цена человеческой жизни просто была равна нулю. Россия теряла людей десятками миллионов, и, к сожалению, к этому состоянию она привыкла. Поэтому потери России не страшат. И расчёт Запада, может быть даже в каком-то смысле и украинского руководства, на то, что Россия увидит, что Украина сопротивляется, что российская армия несёт большие потери, и это приведёт к изменению внешнеполитических задач, а вот этот расчёт оказался неправильным. Россия несёт потери, но никаких изменений в смысле целей российского руководства не происходит. И у меня нет оснований считать, что эти изменения могут последовать в связи с потерями живой силы на украинском фронте. Но я убеждён абсолютно, что если наконец-то будут созданы условия, при которых Украина сможет наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием, современным западным оружием, вопрос окончания этой войны будет вопросом двух недель. Вот мы обсуждали, что Зеленский сказал, что три месяца. Это может быть и быстрее трёх месяцев, если это разрешение будет дано. Просто, к сожалению, ему не дают. Вот в очередной раз его снова не дали. А у нас, повторяю, ещё есть ноябрь, который самый важный рубеж. Поскольку если вдруг победит Трамп, то тогда уже история Европы станет другой. Из этого совершенно не следует, хочу подчеркнуть, что Украина капитулирует, или что Украина будет захвачена, или что Украине не будут помогать. Будут. Просто это будут уже другие руки. Это уже нужно будет за свою безопасность всерьёз. браться Европе. Хорошо это или плохо, это другое дело. Но у Европы не будет другого выхода. Потому что всем понятно, что Путин не планирует ограничиваться четырьмя областями, или, не знаю, пятью областями, шестью областями. Да, что у Путина тормозов нет. Это как бы каток без тормозов. Он движется с той скоростью, которая допускает отсутствие сопротивления этому катку. И если сопротивления не будет, этот каток пройдёт по Украине, завернёт в Молдову, и дальше повернёт в Прибалтику, может быть, сначала, а может быть, одновременно уже и в Польше, потому что Польша не останется безучастной. Это всем понятно, если российские войска предпринят попытку захвата Прибалтики. И Финляндия, скорее всего, не останется безучастной. То есть это мы уже будем говорить действительно о Третьей мировой войне. Я думаю, что это всем понятно. Это и Трампу понятно. Просто Трамп – это человек Путина, поэтому у него другие задачи. у него задача – обеспечить победу Кремля в мире. На эту тему можно говорить, можно не говорить, но это как бы так. Поэтому у Трампа задача – сдать Путину всё. А будем надеяться, повторяю, что ему не предоставлена будет такая возможность. Ну и на этой ноте сегодня будем ставить троеточие. Друзья, почему вы считаете, как вы считаете точнее, почему Соединённые Штаты не хотят поражения России на поле боя, чего боятся они в падении путинского режима, ну и когда закончится война, ваши личные ощущения оставляйте в комментариях под этим видео. На сегодня будем прощаться. Юрий Георгиевич, благодарю вас. Спасибо, что находите время. Спасибо вам за время, за внимание. Да, друзья, поставьте лайки этой беседе. Хочется, чтобы большее количество людей её увидело. До новых встреч, до свидания.